Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1389. Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова. Вопрос 39. Когда диакон на литургии призывает оглашенные главы вашей Господеве преклоните, всем ли христианам надо преклонять головы? Отвечает Архимандрит Амбросий Юрасов. Это обращение к оглашенным, то есть некрещенным, но собирающимся принять крещение. Но головы должны преклонять все, и крещенные, и некрещенные. Ведь и мы с вами, хоть и приняли крещение, сравнялись с соглашенными своими грехами. Мы недостойны входить в храм Божий, где уж нам браться рассуждать поклониться или не поклониться Господу нашему Иисусу Христу. Должны смиряться и с соглашенными стоять, склонив голову. У них внутри горячее желание стать православными христианами верными. У нас же ничего, кроме грехов и нечистоты нет. Весь ответ лжив и от сатаны, хотя и вышел из уст Архимандрита, у которого в голове каша. Сразу возникает вопрос, для чего он смешивает волков и овец? Матфея 10.16 Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Очевидно для того, чтобы его никто не обнаружил, кто он такой. Если сейчас Архимандрит стал бы верующим, имеющим страх Божий и решил выполнить этот возглас, то он единственное, что мог бы сделать, ударить себя по бедрам и развести руки в стороны и сказать «Господи, а я и не знаю, кто здесь верный, а кто неверный, кто волки, а кто овцы». Это от того, что вы создали новую религию, неохристианство, оязыченное, опоганенное, публичное, советское, в кавычках, православие. Если бы вы заботились о рождении свыше, о том, чтобы ваши подопытные были исполнены благодати Духа Святого, вы бы объяснили им так, как учат святые отцы, а не так, как принято в советской патриархии. Откройте на слово «оглашенные» в новой скрижале и выучите наизусть. Цитата. Храм назначен для верных, а притвор для оглашенных и кающихся. То есть, таких людей, которые не получили еще право входа в храм. Ладыкийский собор, правила 19 и 43. И 6 Вселенский собор, правила 69, страница 14. Цитата. Притвор есть третья часть храма, и как предхрамья от молитвенного или среднего храма отделяется особенную стеною, в которой находится одна или трое дверей. В притворе во время поучений и некоторых церковных служб по правилам велено было стоять оглашенным, то есть, готовящимся к крещению и кающимся. Оглашенный есть поучающийся вере. И о святом крещении, как сказано в Кормче, лист 24, то есть оглашенным, называется тот, который принят в число готовящихся к окрещению. И через поучение живым голосом научается вере или оглашается и приготовляется к святому крещению. Подробно об оглашенных. Итак, к числу оглашенных теперь принадлежат младенцы некрещенные, то есть, которые в плену у язычников находятся и веры своей не может открыто исповедать, иноверцы, обратившиеся в нашу веру и требующие миропомазания, и, наконец, кающиеся и отлученные от святого причастия. Сверх того, к оглашенным могут быть причислены и те, кои удаляются от церкви и живут в нераскаянии. Наконец, и всякий верный, побуждаемый совестью, должен самого себя полагать в числе оглашенных и молиться вместе с теми же оглашенными, дабы Бог очистил его тайные согрешения и не попустил ему входить в большие уклонения в деле веры и благочестия. Страница 44-45 «Кающиеся четырех родов» подробно. Страница 49 по 53 «Посему священник, готовящийся приступить к своему священнодействию, начинает изводить отлика верных, несовершенных, то есть оглашенных. С оглашенными некогда изводились и кающиеся, то есть находящиеся под запрещением». Святой Герман кающихся причисляет к оглашенным. «Помолитесь оглашенные Господи Ви», то есть непосвященные, ненаученные, некрещенные, исповедавшие грех и еще состоящие под эпитемиями. Симеон Солунский – это изведение оглашенных, и весь затем следующий великий выход таинственно уподобляет второму пришествию Господню. И подьякон не должен оставлять церковных дверей, дабы смотреть за изведением из церкви оглашенных и кающихся. «Посему на Иктиньи говорится «Елицы верные», то есть оставайтесь в храме, чтобы созерцать жертву святых тайн, а изыдите все непричастные сему». Страница 196-197. Оглашенные, как готовящиеся к окрещению или просвещению, тотчас по прочтению сугубо Иктиньи должны быть выведены. Страница 274-417-350-358-366. Новая скрижаль. Настоятель и духовник женского монастыря, разве вы этого не знаете? Не забывайте, что я всего лишь строитель, печник, и ни одного дня не учился ни в семинарии, ни в академии. И все это сумел найти, потому что я люблю русский народ, а вы не любите, а только виляете из стороны в сторону, чтобы не обнаружить свое истинное лицо. Вы даете свои ответы вопреки Библии, вопреки канонов церкви, вопреки творений святых отцов и вопреки житий святых. Если вы начинаете толковать слово оглашенные, как гоголь, сказочник и фантаст, путавшийся в описании бесовской силы, то почему же это слово оглашенные языки вы не распространяете на все, а только на преклонение главы? Опять же, только потому, что вы не можете разделить сейчас ни овец от волков, что вы обязаны сделать, иначе ваша в кавычках работа не будет стоить и ломаного гроша. Под видом всесокрушающего смирения, о котором вы наговорили в этом ответе, вы напустили море лжи, которое сейчас же опровергнет Дух Божий через Святую Библию. Ни у кого из оглашенных, а их, как таковых, у вас и нет, никогда и не было ни одной минуты желания, притом горячего, стать православными в этот момент, потому что их, в кавычках, покрестили сразу же, как только они пришли. Чего уж тут-то напускать туман? Что ни слово, то ложь. Не апостол Павел. И никто другой из них не говорил, что они недостойны ходить в храм и браться рассуждать, и что сравнялись с соглашенными своими грехами. Вот как он рассуждает об уверовавших, и как их выделяет среди неверующих и оглашенных. Ефесянам, пятая глава, восьмой стих. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Римлянам, восемь шестнадцать. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Первая Коринфина, один шесть. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Галатам, четыре пятнадцать. Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Первая Петра, пять двенадцать. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Первая Иоанна, пять десять. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Римлянам 2.15 Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Филиппийцам 2.15 Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Иезекииль 34.12 Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвовожу их из всех мест, в которые они были рассеянны в день облачный и мрачный. Вы, называвшиеся пастырем духовных овец, должны постоянно осматривать свое стадо и отделять чесоточных, коростовых, шелудивых. Это приказ вам от Господа Саваофа, и примите его к исполнению. Иеремия 23.1.4 12.16 Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь. «Посему, так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот, я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться. «И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. «Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте, их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие, год посещения их, говорит Господь. «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как садом, и жители его, как гаморра. Посему, так говорит Господь Саваоф о пророках, вот, я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня, Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал Слово Его? Кто внимал Слово Его и услышал? Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из завала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, пусть, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, который действует своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщениями. Тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Так говори пророку, что ответил тебе Господь, или что сказал Господь, и положу на вас поношение вечное, и бесславие вечное, которое не забудется. Не верьте говорящим, здесь Христос, пред Ним склонились и восток, и запад. Целит народы, тих длинноволос, Господь придет, как молния внезапно. Вы слышали, восстанут лжехристы, о них уже глашают лжепророки, безумцев воспевая, как святых, безумию тарят пути дороги. О, человек, каких высот достиг, Христова заменив своим ученье, коль заповедь не в силах понести, не заменяй, напьешься обольщение. Целители сейчас, хоть пруд пруди, Волхвоют над водою баснотворцы, И только мнится, снова он один, Приемлет эту воду, словно оцет. Уксус. Иеромонах Роман, 1993 год.